Через Видновскую районную клиническую больницу за время пандемии прошло несколько десятков тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Спасая людей, видновские врачи порой творили чудеса. Выхаживали тяжелых больных, давали им надежду на будущее. Когда появилась вакцина против ковид, они начали активно призывать людей пройти вакцинацию. В нашем Ленинском городском округе порядка 7 тысяч, скажем так, жителей, которые были вакцинированы, это про первую фазу. Вторая фаза, чуть меньше, около 6. И мы не нашли ни одного какого-то осложнения после введения вакцин спутник ВИИ. Поэтому думаю, что смело можно сказать о том, что она работает, она эффективно защищает. И на фоне нее достаточно хорошо растут антитела. Люди, переболевшие ковид и имеющие антитела, вместе с теми, кто сделал прививку, потихоньку формируют массовый иммунитет, который и должен помочь полностью победить инфекцию. Для этого получить вакцину должно не менее 70% жителей Ленинского округа. В муниципалитете созданы все условия, чтобы сделать это было быстро, просто и, разумеется, бесплатно. Молковская больница, детская поликлиника и Южная поликлиника. Ну и, соответственно, можно вакциниться в любой амбулаторию нашего Ленинского городского округа. Есть у нас еще пункт вакцинации в торговом центре «Вегас», который тоже неплохо работает. И вот с этой недели мы открыли пункт вакцинации в МФЦ. С понедельника по пятницу с 10 до 15. А выходные дни, суббота, воскресенье – это в кинотеатре «Искр». Главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай-Бутаев уверен, эффективность прививочной кампании увеличится, если вакцинировать людей массово. То есть целыми предприятиями, трудовыми коллективами. Перед тем, как сделать прививку, рекомендовано проконсультироваться с врачом. Заранее для этого идти в поликлинику не надо. Профильные специалисты работают в каждом пункте вакцинации. Сейчас в мире эта вакцина, она действительно признается, она действительно закупается и проводится вакцинация в разных странах. С каждым днем все больше и больше этих стран. Поэтому думаю, что вряд ли это помешает выезду за границу. Опять-таки все этапы и фазы вакцинации, они регистрируются в госуслугах в личном кабинете каждого. Теперь прививку разрешено делать и с наличием в крови антител после болезни. При введении вакцины имеющиеся антитела только укрепятся, а их количество увеличится, что наилучшим образом защитит ваш организм от коронавирусной инфекции. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ирина Кошлева. ВиднетВ.